Девушки отдыхают 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 То есть я пробовал только грибы, три штуки, да? А если сварить что-то еще другое, было бы интересно, что из этого выйдет. Очень мне много стрел раздают, я смотрю, да? Может, это намек, что надо очень много стреляться? Реально, одни стрелы мне выдают постоянно. Хм, где-то на этом болотке должны быть газы. Опа, это, наверное, первый наш босс, с кем мы будем сражаться. Так, здорово. И что? Здорово, чувак. Тебе пора умирать. О, умер. Хорош. А это новые какие-то чуваки, смотри, они прям плюются. Очень любят... О, самонаводящиеся, нечестно. Тварь такая, иди сюда. Да, так, где сам босс? Вот, глякканем. Иди сюда, иди ко мне. И мы тебя убьем. Самонаводящиеся патроны. Я уже пол хп ему снес, нормально. И пац... Я добил, и у меня выпало... Ладно, серебряный сигил. Древний серебряный сигил, он открывает дверь в этом месте. То есть, вы хотите мне сказать, что я просрал похлебку, которую... Только для того, чтобы вот донести сюда этот предмет. Слушай, в воду я очень не очень хочу прыгать. Потому что у меня такое впечатление, что нас тут будут пытаться убивать. А, смотри, дудник. Смотри, дудник тут как тут. Тварь такая. Блин, очень плохо, что есть такие дудники. Они меня будут заколебывать. И это путеводный камень. Нам показывает, что получается мы вот болото. А у нас... А, видишь, телепортация, возможно. Только за счет денег, во-первых, да, ты тратишь. А во-вторых, только в определенные места. То есть, я могу из откуда-то в лагерь только. Из лагеря, наверное, не могу никуда. Ну, сохранял обка. И очень хорошо, очень хорошо, что у нас появился котелок. Давай мы попробуем сварить все. Что произойдет, если мы сварим всю вот эту еду? Так, я получил блинчики Кодима. Вкусные азурецкие, да? Азурецкие, я хотел сказать, азурские десерты. Восстанавливать 3 единицы. А то все восстанавливают по 3 единицы, да? Ну, делаем еще грибочков. Почему? Сразу 3 единицы нам восстановят. Так, ну мы все еще не нашли газы. Вот это я недоволен этим. Где мои газы? Зато я нашел след. Здорово, кажется, это знак. Нет, тихо, меня сейчас убьют. Твою мать, не дал почитать. Да, почитать. Сестра мне письмо оставила. Да вы, твою мать, издеваетесь. Вот там и сиди, тварь. Кажется, это знак посв... Да вы издеваетесь, дайте мне почитать. Сказал, сестра написала. Так вот. Кажется, это знак посвежее. Продержись еще немного, Адара. Так, это что? Уходим нафиг от него. Какие-то основы пещеры. Так, вниз это... Это я где-то вышел. Ага. Преграды, где там надо будет чисто прыгать. Хорошо, а что там выше? Дайте посмотрю. Так, а выше тут проход наверх. И какой-то еще механизм. Так, давай-ка глянем. Что за механизм? Просто механизм. Очень странно. Ну окей. О, голда. Но я не могу подобрать. А я могу выбросить предмет? Вот бросить есть, смотри, предмет. Игрик. А, то есть если я выбрасываю, то он типа остается просто так. Это что? Твердый камень, способен на время увеличить урон меча. Спасибо, конечно. Ну как бы такое... А наверх мы пока не можем. Наверняка можно будет, раз сделали такую штуку. Но пока что, по крайней мере, нет. Давай-ка здесь попробуем прыгать, да? Я, конечно, не шибко акробат, но тем не менее. Оп. И я нашел... Где приготовить что-то можно? Окей. Почему бы и нет? Как-то слишком много сохранений подряд. Как будто на что-то намекают. Да? Так, вниз. Значит, нужно тут пройти, а ну. О, я слышу какие-то странные звуки. И я нашел сломано. Я тебя понял. Я поставить здесь не могу. То есть я один поставил, да? Теперь я могу подтянуть рычаг, чтобы заполнить сосуд. Угу. Ммм. Знаешь, что это похоже? Это похоже, что нас тут будут пытаться... Пытаться здесь атаковать. Так, рычаг. Опа. Ну, конечно, конечно же. Тут же на нас будут нападать и убивать, пытаться. Умрите все твари, которые здесь вообще есть. Так. Волна. Угу. Я все собрал? Да, волшебный кувшин. Хорошо. Один? Один. А мне три надо. Ааа. Видишь, вот этот ушел. И все. И мне таких три штуки надо найти. Тут какой-то рычажок. Можно повернуть и луч направить. Хорошо. Это вы мне показываете, куда будет отталкиваться, да? Хорошо. Ну, явно нам вот так как-нибудь надо сделать будет, да? Чтоб луч туда перешел. А пока наверх. Так. А этот вот так. Наверное, да? А ну, пробуем. Так. Так. Слишком далеко. Стой, остановись. Платформа. Все. Нормально. Ой, а снизу какая-то халява. Так. Я куча голды собрал. Вкусно. Так. Можно по низу и можно по верху здесь пройти, да? Угу. Соответственно, это ненадолго открывает нам, да? Не успеваю. Окей. Снова дудник. Да вы издеваетесь. Ненавижу вас. Вот там сиди. Умирай, тварь. Так. Хорошо. Я нашел еще одну штучку. Чтобы сначала нужно поставить его на нужное место. Я понял. Я понял. На. И на. Так. Где враги? Давай, иди ко мне. Мне как раз таких штук надо пять убить. Котеек. Все? Все? Серьезно? Еще волшебный сосуд. Хорошо. Еще один остался найти. Не знаю, на самом деле, где он, но сейчас найдем. Так. Прошли наконец-то. Хорошо. Эти штуки не юзаются, но ладно. Так. Нападать на меня кто-то будет? Не будет? О, кастяна какая-то. Что происходит? Я сестру нашел. Очень много фей. О, сестренка. Адара. Грик. Грик, это ты. О, как это миленько. Они нашли друг друга. Без тебя меркнет мой день. Слава свету, ты жив и здоров. Что ты тут делаешь, Адара? Я шел по твоим знакам и видел тебя во снах. Так это была ты. Ты научилась этому у оракулов? Точно. Огонек. Я покажу тебе все, чему меня научили. Я пыталась найти тебя. Мне пришлось пройти долгий путь. Я знала, что ты где-то рядом. Я чувствую свет Рейдала. Он ищет нас. Рейдал? Ты про него что-нибудь знаешь? Не сказала бы. Я хотела сообщить ему, что мы живы, но пока не очень хорошо контролирует свое видение. Мы должны найти его. Как думаешь, ты сможешь поговорить с ним? Не знаю. Буду стараться. Но сначала мы найдем способ выбраться отсюда. И у нас появилась сестра. Мы можем между ними переключаться. У нее другой инвентарь. Вот это хорошо. Мы можем между нашей, получается, сестрой и нами переключаться. И вместе бегать. Знаешь, эта игра была легкая до этого момента. Вот как ни крути. Серьезно. Теперь нам придется играть одновременно за трех, за двух персонажей. А потом вообще за трех. Это жопа боль. Вот что я хочу сказать. Причем надо учитывать, что, допустим, Адара, она, видишь, она, получается, парит, а не двойной прыжок делает. Это надо учитывать. Так, теперь мы можем вставить штуку. Кажется, сюда нужно поместить какой-то объект, чтобы открыть дверь. О, мы можем плавать здесь. Здесь что-то есть? Что-то нету? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень быстро тратится воздух. Тут ничего нету. Плываем, 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 плываем. И он умер у меня. Игра закончена. Мгновенно. Угу. Если один умирает, второй, получается, игра сразу прекращается. Грустненько. А, смотри, она плавает дольше. У-у-у, ребята, она дольше плавает, чем ее брательник. Намного. Мы можем хотя бы пособирать ресурсики. Очень удобно. Ой, спасибо, классно. Слушай, ну к этому реально надо привыкнуть, чтобы можно управлять ими двумя. Но в некоторых головоломках реально проще по одному ходить. Это, блин, удлиняет геймплей. Намного, на самом-то деле. Ну, не для вас. Так, здесь мы зато теперь можем пройти с братцем, да? А ну, пробуем. Ага. Китя меня ждет. Я тебя понял. Обойдешься. Так, сестренка, жди. Сейчас разберусь. Это третий из пяти. Нормально. Смотри, а снизу чувачок нас, вред, поджидает, там плавает. Я тебя съем. Так. Хорошо. О! Открыл? Открыл. Хорош. Обходной путь какой-то, что ли? О, я какое-то кольцо или диадему нашел. Так. Ага. И тут, значит, один персонаж у нас будет сражаться. А у нее нету с собой у этой штуки. Блин, это надо его. Угу. Это надо братца сюда тащить. Окей. Ладно. Братец так, братец. Ставим. Скляночку. И набираем. Кто на нас нападает? Всем умирать пора. О, собрали. Хорош. Волшебный. Последнюю. Хорошо. Зато сестру еще и нашли. И судучок здесь, конечно же. Куча халявы. Вкусно. Спасибо. Блин, а как бы мне вот туда бы дойти? Может, эта сестра может долететь? Надо пробовать. Так. Пойдем с сестрой попробуем. У меня небольшие сомнения, что я долечу. Я потратил почти все хп. Но я долетел. И я магический браслет. Этот браслет позволяет концентрироваться ману. Для выполнения усиленных атак. А теперь вы можете зажать, чтобы выполнить усиленную атаку на Х. Ну, прикольно. Наверное, если успевать, то это очень вкусная атака. Но это не точно. Так. Пойдем на другую сторону. Посмотрим, что там есть. А может, сохранится? Давай я сохранюсь для всякого случая. Мало ли. В этой игре надо сохраняться как только можешь. Просто сразу же. Так, сестричка. Тут нужна твоя помощь. Нужен постоянный поток света. Так. А тут я должен сначала в одну сторону, потом в другую, что ли? Я должен их, короче, именно остановить в тех моментах, где мне удобно было бы передвигаться. Я понял. Тогда сначала вот туда. Так, обрательник. Давай-ка вниз. Хорош. Так, стой. Ага. Это я должен сестрой отключить. Я понял тебя. Так, все. Ну, можно еще чуть-чуть подвинуть. Вот хватит. Вот там. Стой, короче. Я думаю, тут будет достаточно. Так, а где вторая платформа? Приведи мне ее. Нет, так, чтобы допрыгнуть до нее уж можно было бы. Ну, я, наверное, допрыгну. Давай попытаемся. Так, тут есть допрыгнуть. А вот тут не допрыгну. Давай попробуем с сестрой. Сестра, мне кажется, не намного сильнее летает. Но, тем не менее, вроде летает. О, долетела. Ну, вот туда я уже не долечу. Вот, мне кажется... А зачем мне долетать? Скажи на милость, пожалуйста, да? Если я могу сестричку-то свою туда отправить самолично. Так, сестричка поехала. И здесь лучик я направлю вот так. Шикарно. Братецкий! Пойдем. И оп. Головоломочки, конечно, такие, ну, нормальные. Местами банальные, но тем не менее. А подожди, а сюда я шел зачем? А, тут проход. Вот, я думаю, я прохода вообще сначала не увидел. Ну, нахрена я сюда пришел? Так, сестрена, пойдем. Не оставим брата в беде. Оу. Слушай, а это выглядит как арена. Да? Там что-то впереди очень выглядит как арена. Ладно. Ну, реально, серьезно, это арена. Алло, люди, люди, вы чего? Так, здравствуйте. Ага, ого. Что-то вылезло. Здорово, ты у чьих будешь? Так. Товарищи еще. Ах ты, тварь. Чуть мою сестру не убил. О, прыжки. Вот это хреново. Иди ко мне. Я не знаю, что это, но я пытаюсь его убить. У меня сестра умерла. Хреново. Жестко, но надо к паттернам всем привыкнуть. Какие-то паттерны я, короче, уже понял. Потихонечку сейчас будем с ним справляться. Короче, наш брат автоматически сам еще атакует, если что. Давай, умирай, тварь. Есть. Это было не столько сложно, сколько муторно в плане управления. Ты обязан следить одновременно за двумя персонажами. Это вот, вот это муторно. А какие-нибудь потом три. Это же очень жопно, не хочу. Но, походу, придется. Кого я обманываю? Знаешь, что я сделаю? Там точно было сохранение. Давай я вернусь обратно и просто-напросто юзану сохранение. Ну, пойдем на ту сторону. Что там интересного-то такого? Ну, это какой-то реально мини-босик тогда получается, да? То есть, нас ожидает что-то жестче. Так, ага. И последний кувшин. Хотя... А у меня разве не все? У меня все собраны. Очень странно. Мне казалось, я все собрал. Так, бронзовый сигил. Он очень древний и может открыть дверь, которую можно пройти на болото. Через болото. Я тебя понял. Ну и уходим отсюда, я так понял, да? Ловить нам нольше тут нечего. Только я на самом деле не особо помню, куда нам надо. Где этот сигил вставляется. Но сейчас найду, я думаю. А, тут в самом начале он вставлялся. Да-да-да. Куда мы вообще бегали? Угу. Так, ну что, идем с сестреной. Пооткрываем все закрытые перед нами двери. Открывай. И мы вышли к водопаду. Ух ты, нифига. Вот это неожиданно немножечко. Ну ладно. Опа. Я нашел людей. Здравствуйте. А есть разница, с кем я говорю? Кем я буду говорить с другими? Будь осторожна. Наверное, все-таки есть разница. Не видишь, что я тут работаю? Прошу прощения. Как тебя зовут? Как твое имя? Я Фарвен. Мы на правительстве безопасной лаги. Там есть еще больше кауринов. Ты можешь пойти с нами? Мне и в моем форте будет безопасно. А еще я жду друга. Я не могу уйти без него. Угу. Понятно. Ладненько. Удачи тебе с фортом. Ступай, ступай. А если я зайду и пообщаюсь с вот этим персонажем? Приветствую. Ээээ, ты меня напугал. Не стоит так тихо подкрадываться к людям. Не видишь, я занят. Отойди, а то поранишься. Прошу прощения, я не хотел тебя пугать. Ага, и один диалог дополнительный есть. Хочу отправить... Ну хотя... А что ты делаешь? Кажется, ты очень занят. Что ты делаешь? Сам-то как думаешь, а? Я хочу построить форт. И тогда эти урлаги пожалеют, если сюда сунутся. А теперь, если позвонишь мне, у меня куча дел. Понятно. Хочешь с нами отправиться в стадию? Тебе нужна помощь? Сейчас нет. В то время придет мой друг, он-то мне и поможет. Спасибо. А кто ты? Ты из этих краев? Откуда ты? Ты задаешь слишком много вопросов, мальчик. Это уже не важно. Как часто говорит мой друг Дженси. Будем запомним, что он Дженси. Если мы найдем труп Дженси. Прошлое нужно забыть. И только к ветрам стоит прислушиваться. Угу. Ладненько. Удачи тебе. Всего хорошего. И не голодай. Если это здесь тоже наверняка актуально вообще-то. Так, что это такое? Это весы какие-то? Так. И что? А-а-а. Так, лесенку-то для братца опустим. Нормально. Прикольно. Идем дальше. Так, а тут сломано. Как неудачненько получилось. Все-таки мне привычнее пока что сражаться. Это получается один на один. Но блин. Очень часто ты просто не вывозишь. Грубо говоря. Потому что все-таки у них разные даже прыжки. Не то что... Так, ребят. Это было забавно. Чувак просто за мной прыгнул и сдох. О, такая же система. И... А ну пойдем посмотрим, что тут есть. Стрелы, конечно же, мои любимые стрелы. Которыми я почти не пользуюсь вообще. А стоило бы вообще-то. И я нашел кусок хлеба. Нормально, вкусненько. Сестренка, подкинь меня. Спасибо. Это какой-то механизм. Который мне, возможно, пригодится. Но я немножко не под... Ах ты тварь. Дудочник, дудочник, дудочник. Умри. Спасибо. Так. Что внизу? Покажи мне. Вниз это на эту сторону. И я могу... А, ну я могу вот так сделать. О, вот это удобно. Тын-дырин-дырин-дырин-дырин-дырин-дырин. Хе-хе. Так, тут вода. Тут я считаю лучше сестренку-то позвать, чтобы она нам помогла. Потому что вода это ее стихия. Сундучок с халявой. И я вижу впереди торговец. Нормально, нормально. Привет, торговец. Хе-хе. Если б я мог управлять каханами, как ур... Урлаги. Я бы заставил такую тварь таскать за собой рюкзак. Можешь тебе представить, из Альбароса до Кинара можно было бы добраться за несколько часов. Хе-хе-хе. Чего? Ничего. Вижу с чувством, у меня у тебя проблемы. Ладно, перейдем сразу к делу. Я покажу тебе свой товар. Хочу продать для начала. Прекрасно. Мне только лучшие товары. Да-да-да, это я в курсе. Я, во-первых, хочу вот это продать, потому что я сомневаюсь, что я сильно... Ну, то есть я юзану, он мне поможет, а потом я... Все. Нафиг. Вот это продаем, вот это. Вот эти семена тоже продаем. Вот. Хорошо. А что у тебя на продажу есть? А то я у тебя вообще-то уже один раз купил линзу. И чё? И она мне как-то как будто не пригодилась. Так, большой эликсир, коронуульский кодекс. Этот код можно для расшифрования древних коронуульских надписей. Я знаю коронуульские надписи, где могилу мы находили. Но я хочу рюкзак. Он целых тысячу стоит. Пофиг. Это очень важная вещь, наверное, да? Ладно, пока торговец. Это выход куда? Блин. Не, 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 подожди. Это куда-то выход. Я пока отсюда выходить не хочу, потому что я ещё не всё тут осмотрел, эту всю локацию, да? А знаешь, что я ещё пропустил? Тут есть момент, который я пропустил. Вот. Только чтобы туда добраться, надо вот именно брать сестра, опять-таки. Комбовочка. Вот так. Так, смотрим. А, ну понятно, тут сундучок, который я мог пропустить. Ну, тоже халява приятна. Опа. Золотой чайник. Изящий чайник. Судя по орнаменту, он из кинары. И может оказаться довольно дорогим. Круто. Это я удачненько зашёл, да? Ну всё, уходим тогда отсюда. Такое ощущение, что я сюда не смогу вернуться потом. Прямо меня предупреждают. Я... А, я вышел в подвале. Понятно. Ну, по крайней мере, у нас теперь есть шорткат куда-нибудь на эти болота. А могу рассказать тебе, что... А, это ты меня напугал. Эй, ты тот новенький мальчик. Я тут отвечаю за припасы. Меня зовут Лин. Эй, припасы. Понятно. Непростая работёнка Грик. Я не слышал, как ты подкрался. Кстати, ты знаешь, что происходит снаружи? Я слышал, как подъехала повозка разведчиков. О, они вернулись. Да, но отсюда я ничего не услышал. Я бы вышел и сам взглянул. Но и Рен не хочет, чтобы я оставал припасы без присмотра. В прошлый раз какая-то птица чуть было не стащила наши семена. Угу. И откуда у тебя эта книга? Из старого шкафа. Там внизу. Можешь тоже спуститься и просмотреть себе книжечку. Ты, наверное, найдёшь что-нибудь себе по вкусу. Ага. Ну, он не удивился. Он, наверное, не понял, что мы вышли из того прохода, которого просил открыть. Помочь открыть, да? А девочка может с ним повзаимодействовать? Я тебя раньше не видел в лагере. Ты новенькая. Да, меня зовут Арад. Адара. А тебя? Я Алин. Хм, снаружи происходит столько всякое интересное, а мне не разрешают выходить. Ты видел, что там случилось? Наверное, разведчики вернулись. Я слышал Боска Дарьяна. Боска Дарьяна? Что такое Боска? Ладно, окей, пока. Удачи. Пойду посмотрю, чё там. Так, и я один вышел. А сестрёнка у нас там осталась, да? Ладненько. Ух ты, какая махина. Ты посмотри. Боска. Он Боска. Они такие большие, в точности, как рассказывал Рейдл. Офигеть. Лучше помалкивать. И стоит его будить. Понятно, это какое-то такое жутенькое существо, да? Ой, я тебе могу продаться. Рада видеть тебя. Ты где был? Говорят, ты помог Торосу. Хотела бы я, чтобы и мне отпустили на исследование окрестностей. Я больше не могу слушать, как Вальгар стучит молотом и... Ой, перестань, Рен. Хватит причитать. Нам нужно больше оружия, чтобы защищаться. Наверное, вот у меня текст ушёл за рамки. Спасибо, что вы мне... А, вот так можно сделать. Спасибо. Ох, вот старый брюзгам. Как бы то ни было, помогаю. Ты хочешь посмотреть на мои товары? Хм, я вижу в этой сумке что-то блестящее. Возможно, меня это и заинтересует. Покажи-ка мне. И, во-первых, покажи, что ты продаёшь. Сумка за тысячу. Может... А, за сто уже. Она была... Она была всегда сто? Или тысячу? Мне казалось, она тысячу стоила. Ладно. Так, я хочу тебе продать кувшин. И он шестьсяточку монет. Ну, неплохо. На самом-то деле, да? Неплохо стоит. И, конечно же, я у тебя теперь сумочку куплю. Сумочка мне нужна. Я хочу купить. Сумка разведчика. Идеальная сумка для дальних путешествий. Дополнительную ячейку для снаряжения. Одну всего ячейку. Ну, ладно. Тоже неплохо. Ну, одну. О, чувак отсюда ушёл, смотрю, да? А с линзой всё, типа, нормально стало. Опа. Я так понял, это наш воздушный шар улетел, да? Это который мы пытались чинить. Это они без нас, что ли, улетели? Ещё один. Они все улетают. Слушай, отсюда почаще надо поглядывать. Может, я что-то интересное буду увижу. Так, с этим всё ещё нельзя разговаривать. Мэр, я принёс. А я смотрю, вы-то нормально уже починили, да? А ну, привет. О, снова привет. Тебе что-нибудь нужно? Я принёс вашу жидкость. Вот это прекрасная новость. Наверняка её было непросто найти. Кажется, этого будет достаточно. А я постараюсь ничего не пролить. Надеюсь, вам удалось не пораниться, наполняя кувшины. Вам? Он ещё мою сестру не видел. Ну, может, типа, в теории он должен был её уже увидеть, да? Нет, мы в порядке. Мы можем сделать для тебя ещё что-нибудь. Вы так уже здорово помогли, чтобы закончить почти все материалы, чтобы закончить каркас воздушного корабля. Но тебе стоит поговорить с Вальгаром. Я попросил у него немного материалов для строительства, а он их нам так и не дал. Поговори с ним. Может быть, ты сможешь помочь ему. Ладно, поговорю с Вальгаром. И удачи тебе постройке корабля. Спасибо, она мне понадобится. Мне ещё нужно напилить много досок. Окей, это явно не сюда. Ну, чувак залез и спит там. Он везде любит поспать, да? Я так понял. Лишь бы поспать. Так, Вальгар, я с тобой поговорю. Только подожди, я хочу в домик заглянуть. Может, там чувак, который умирал. О, ему легче стало. Привет. Привет. Напоминаю, у него такой голос умирающий, хотя он не умирает, да? Я слышал твои шаги. Ты пришёл с сестрой, да? Ты нашёл её? Отсюда слышно всё, о чём говорят в подвале. Да, серьёзно? Ты такой храбрый. Разведчики тоже вернулись. Эх, они и без меня справились. Если я пойду с тобой, то буду только задерживать тебя. Да, но ты же ранен. Это пока. Сегодня я спущусь в дозор. Не могу больше валяться без дела в постели. Но прежде, я хочу разделаться с этим удивительным супом. Люблю хлебать его медленно. Ааа, какой вкусный. Окей, чувак, вкусный так вкусный. А я могу отдохнуть в кровати и восстановить здоровье всех персонажей в лагере. Ааа, прикольно, почему бы и нет. Восстановим всех, тоже неплохо. Ну, а тем временем, нам, конечно же, нужно поговорить с Вильгаром. С нашим бешеным кузнецом, который только и делает, что куёт, да? Но это мы будем уже делать в следующей серии. Так, достаточно много сделали. Главное, нашли сестру. А там ещё и по всей видимости нашего старшего брата должны будем найти. Ну, наверное, тот чувак, третий, это, скорее всего, наш старший брат. А ещё и разделали с боссиком. Мини-боссиком, скорее всего, но тем не менее. Всем вам спасибо за просмотр. Всем удачи, до скорого. И не голодайте. Субтитры сделал DimaTorzok